Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. После ссоры мужчина не хочет идти на примирение. Говорят обидные слова. Как соскучишься, да приеду, я тебя отпустил, иди на все четырех сторон. Я очень мягко, я никогда не кричу, не ругаю. Ссора произошла молчаливая, мужчина назвал меня другим именем, я расстроилась, молча ушла. Но в следующий день хотела помириться, всякое бывает, подумала, ну и все из этого, и получила в ответ колкие ответы и молчание на мои попытки сблизиться. Почему так, мне не ждать его возвращения. Встречаемся два метода. Аноним. Я думаю, что вы за мягкостью прячете страх. За такой вот, скажем, неконфликтностью своей вы прячете, ну я бы сказал, низкую самооценку. А за молчаливостью своей, то есть, когда вы молча, ну вот как вы говорите, расстроились, да, ушли, вот вы прячете, на мой взгляд, очень, очень серьезно подавление своих собственных чувств. Вот такая, мне кажется, здесь есть проблема. И на мой взгляд, решать эту, ну, скажем так, проблему, на мой взгляд, нужно именно в таком ключе, то есть, мне кажется, что вам нужно работать. Вот именно со своими страхами, именно со своей самооценкой, именно со своими переживаниями, именно со своей моделью поведения и именно с выражением ваших чувств. Сразу же. Сейчас по большому счету вы говорите примерно следующее, что вот молодой человек ведет себя по отношению ко мне, вот, ну вот так, как он ведет, да. И я, в общем-то, не знаю, что мне делать в этой ситуации. Я мирюсь с тем, что меня обесценивал. И скажите, пожалуйста, мне его ошибать или нет? А зачем кого-то ошибать? Ну, если у вас есть ваша собственная жизнь. Да? А если мы, например, допустим, предположим, что вы своей жизнью интересуетесь, то зачем в таком случае вам кого-то ждать? на мой взгляд не нужно. Быть может, молодой человек именно по этой причине и ведет себя так. Потому что он как бы чувствует, что в вашей жизни, своей собственной жизни у вас нет. Он чувствует, что у вас присутствует только его как бы жизнь. Он чувствует, что вы интересуетесь только им, но довольно слабо интересуетесь собой. и отсюда возникают, как мне кажется, сложности. Совершенно очевидно, что молодой человек не относится к вам как к на равных. То есть вас не видят разного партнера. И у меня в этом случае возникает тогда вопрос. А хотите ли вы сами равных отношений? Готовы ли вы к ним? К равным отношениям? Если готовы, хорошо. Если готовы, замечательно. Если готовы, то я очень рад. Но вот сейчас, судя по тому, что я могу видеть, на мой взгляд, такие отношения вы к моему большому сожалению не выстраиваете. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. горячих на дом . . . . . .